В этих целях в ряде регионов Украины были образованы детские лагеря, куда принимали детей с 7 до 18 лет. Одним из таких учреждений стал детский приют «Пилигрим» в городе Мариуполь, в котором из детей готовили будущих боевиков. Другим подобным учреждением стала организация украинской молодежи «Центурия», основой ее идеологии – радикальный украинский национализм. Истребитель прилетает, ба-бах, еще ба-бах, потом мы все таки в ванну без векон, как раки, лягаем и быстро, если нет ба-бахи, быстро бежим в подвал. У нас еще там два блокпоста, и там один, у нас еще там три, и вот тут один. Мы вообще облеглись, я предложил построить блокпост, когда нам было скучно, и мы начали играть военный. Нам его вейпапа предложил сделать тероборону, он нам сделал сначала подоны, я его сначала сам сделал. Нет, мне не было страшно, потому что мне чувствовалось, что я мужик, и я не трусился, не плакал, не боялся. И я не боялся ничего, даже как заправку взорвали, мост взорвали, я не боялся. Ну я тоже более-менее не боялся, потому что я особо боялся за маму та тата, вони дуже багато бігали додому, и я за них дуже сильно боялся. Я за них дуже сильно боялся, чтобы с ними ничего не случилось. А если мина, а если осколки? Воно там мого друга, папа, царство имя небесное, він пішов до них пешком. Он пішов пешком, его там подстрелили. Путин перед старостью, он скоро помре, и захотелось ему что-то сделать грандиозное. Путин такий, что у него он психованный трошки, ну он какой-то псих. Розумієте, он таку дурьство творил. Зараз на великих конференциях в Росії уже дуже багато капитанів зізналися, и просят вибачения за то, что они вторглись в Украину, за то, что они так побомбили все, и они уже сознаются, что они проиграли эту войну. Бо Украина сильная и незламная. Субтитры создавал DimaTorzok